Друзья, всем привет! Сегодня мы будем говорить про очень популярную фирму Anker. Многие люди задавали мне вопрос в Твиттере и в других социальных сетях, что я думаю по поводу этого бренда. И начнем мы с предыстории, а потом перейдем к замечательному гаджету, который я купил сразу же в 2018 году. В двух экземплярах. Один сюда вот в офис, второй себе в квартире, для того, чтобы максимально удобно заряжать все свои гаджеты, потому что уже накипело вот это количество проводов, которые у меня везде просто мне уже надоело. Сегодня мы говорим про Anker, погнали! Итак, фирма Anker специализируется на производстве различных аксессуаров. Большей части аксессуаров, которые как-то связаны с зарядкой ваших гаджетов. Это могут быть провода, пауэрбэнки, переходники, беспроводные зарядки. Чаще всего вы могли видеть упоминания этой фирмы в различных зарубежных источниках. От Verge, до Cine, Tain Gadget, Agizmod и других сайтов. Во всех подборках самых крутых зарядок, либо же каких-то аксессуаров для компании Apple они обязательно вставляют в фирму Anker. И действительно, если посмотреть на сайте производителя, их аксессуары стоят недорого. Бренд позиционирует себя как американский бренд. И я начал интересоваться, как это так? Вот наверняка же делается это все в Китае, потому что стоит дешево, но позиционируется как американский бренд. Американцы его действительно любят. В 2015 году зарядки Anker стали самыми продаваемыми зарядками на сайте amazon.com. То есть заняли первое место и получили награду за это. Я посмотрел в разных доступных источниках. Оказалось, что в 2011 году один парень, который являлся разработчиком программного обеспечения в Google, уволился из компании и решил основать этот бренд. Уехал обратно в Китай, наладил производство, вернулся в Америку и начал это дело все продвигать и продавать. И как мы видим, получилось у него это очень успешно. Помимо аксессуаров, которые связаны с зарядкой ваших гаджетов, Anker уже прославилась очень примечательной моделью беспроводных наушников, которые называются Teg. Вы их наверняка увидите еще на моем канале, я себе их уже заказал. Но опять-таки зарубежные обзорщики давно сделали обзоры на эти наушники, поэтому я их купил, потому что слишком какие-то сладкие отзывы. Аж интересно стало, и цена доступна, и все как положено. В общем, узнаем. Также, помимо этого, Anker сейчас выпускает беспроводные зарядки, которые нацелены на зарядку новых айфонов. 15-ваттники, как вы знаете, с новым обновлением iOS. По беспроводной зарядке айфоны тоже будут довольно-таки быстро заряжаться. Это нам тоже предстоит проверить. Но сегодня у меня для вас вот такая модель, называется она Anker PowerPort 6. Сразу говорю, покупал я ее не в Америке, почему? Потому что хотел, чтобы максимально быстро это все приехало. Оказалось, что очень многие магазины, даже в Украине, продают официально эти аксессуары Anker. Конечно же, стоит подороже, но что поделать, когда хочешь быстро и сейчас, приходится переплачивать. Что такое Anker PowerPort? Это так называемая умная зарядка, которая совмещает в себя целых 6 разъемов USB, обычной USB. И дальше у нас идет 2-метровый кабель, который подключается вот, не знаю, видно, не видно, вот к такой розетке. Кажется, что абсолютно примитивная штука, но когда начинаешь это все дело использовать, просто проникаешься удобством. Бывают ситуации, когда действительно тебе нужно иметь что-то компактное, что-то то, что может заряжать какой-то гаджет, либо же кучу гаджетов. К примеру, у меня разрядился и часто разряжается джойстик для PlayStation. Вариант какой? Либо же подключать его на прямую к плойке, чтобы он заряжался и в этот момент играть, либо же брать PowerBank, заряжать и играть, либо же просто протянуть себе кровати к дивану, вот такую штуку, одновременно заряжать джойстик к PlayStation. Актуально будет для Nintendo Switch, вы знаете, что Nintendo Switch работает 2 часа без подзарядки, а потом разряжается. И вместо того, чтобы сидеть прикованным близко к розетке и родному блоку питания, да просто подключаете USB кабель сюда и заряжаете Nintendo Switch. Чего уж там говорить про смартфоны, когда у вас их реально дохрена. Когда их нужно заряжать, в моем случае у меня их реально дохрена. И зарядка одновременно пяти устройств для меня это, в принципе, норма. Чем примечательна эта зарядка? Как заявляет производитель, здесь находится специальная функция, которая позволяет быстро заряжать абсолютно любой смартфон, вне зависимости от технологии быстрой зарядки, которая используется в этом смартфоне. Понятное дело, что навряд ли эта штучка зарядит, допустим, OnePlus 5T с такой же скоростью, как он заряжается при помощи родного Dash Charge. Но в любом случае зарядка будет довольно-таки быстрая. И на примере трех смартфонов я уже убедился в этом. Дело все в том, что общая мощность вот этой байды 63 Вт. И смысл в том, что каждый порт отдает максимум 2,4 А. Если вы подключите одновременно 6 устройств, то не получится 2,4, потому что максимально там идет 12 А. Вот вообще общий выход 12 А. Но даже если вы подключите одновременно 6 смартфонов, то каждый из них получит по 2 А, что в принципе неплохо. Если вы подключите 5 устройств, то гарантированно каждый смартфон получает по 2,4 А. И во многих случаях для некоторых смартфонов 2,4 А вполне достаточно для того, чтобы быстро заряжаться. Конечно же, эти смартфоны, которые у меня на столе, а это Galaxy Note 8, Xiaomi Mi Mix 2 и iPhone X, поддерживают быструю зарядку, но при подключении к вот этой штуке значок не отображает, что быстрая зарядка включена. Хотя по времени и скорости зарядки действительно результат неплохой. К примеру, подключив вначале iPhone X, потом Xiaomi Mi Mix 2 и уже в третью дырку подключил Galaxy Note 8, Note 8 заряжается очень интересно. То есть он заряжается не с точки зрения быстрой зарядки, в том, что с 0 до 50 за полчаса, но он заряжает в 1% в минуту, то есть за 100 минут, я уже проверил, за 100 минут он заряжается полностью. Как-то очень равномерно. То есть мы-то привыкли к быстрой зарядке какой? То, что с 0 до 50 быстро, а потом медленнее, медленнее и еще медленнее. А здесь получаются какие-то равные доли, ровно по проценту в минуту, что в принципе неплохо. И такая тенденция прослеживается практически у всех смартфонов, в зависимости, конечно же, от объема аккумулятора. Но тут вопрос даже не в быстрой зарядке, а в том, что стабильно заряжаются 6 устройств одновременно одинаково. То есть нет такого, что один смартфон заберет на себя всю мощность, остальные будут подыхать. Такого нет, они одновременно классно заряжаются. Кроме того, Anker оснастили свои устройства интересными функциями, такими, как, к примеру, они называют это вольтаж-буст, вольтаж-буст. По заявлению производителя, это какая-то функция, которая даже обходит ограничение провода. Я не знаю, как это, в принципе, на физическом уровне возможно. Якобы даже как-то преодолевает сопротивление провода и дает максимальное значение по зарядке. Это странно, но вот это прям с уверенностью заявляется. И вторая технология связана уже с безопасностью. То есть Anker утверждает, что их зарядными устройствами пользуются больше 20 миллионов пользователей по всему миру. И за это время ни у одного пользователя не возникло проблем с точки зрения безопасности. То есть он берет все риски на себя при перепадах напряжения. Как бы не дает гаджетам сгореть, это во-первых. А во-вторых, он также защищает устройство от переразряда, заряда-перезаряда. То есть он как бы под 100 и останавливает зарядку. Что-то похожее, как вот в макбуках, как вы знаете. Макбук можно подключить к розетке и вообще его не отключать. Постоянно им так пользоваться и батарейка не убьется. Это тоже очень важно. Надеюсь, что это так. Ну, выводов я делать не могу, потому что только приобрел себе. И решил поделиться с вами об этом гаджете. Почему нет? Раньше бы я, наверное, не снимал об этих гаджетах видео. Подумав, что ну как-то слишком мало, да, какой-то маленький гаджет. А потом принял решение, что если в моем арсенале появляется какое-то устройство, которое действительно облегчает мне жизнь и от которого я в каком-то смысле в восторге, то я обязательно буду снимать об этом видео. Вот такая штука. Смотрите сами, где вы можете ее приобрести. Она продается на Амазоне, она продается на eBay, возможно, в каких-то местных магазинах вашего города тоже анкер продается, потому что это очень популярная фирма. Приобретайте. Я ее купил по нашему ценнику. Она стоила 700 с чем-то гривен в магазине. Ладно, уж скажу, как бы это реклама. В розетке я купил его, потому что нашел там в розетке. Заказал себе два, приехали сразу, молодцы, отгрузили. Но это как бы не реклама. Я с розеткой не сотрудничаю, к счастью, либо к сожалению. Не знаю, чем черт не шутит. Вот так, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно используйте только удобные решения в 2018 году.